Есть такое выражение Люди перестают мыслить, когда прекращают читать Это безусловно правда Без чтения человек не расширяет свой запас знаний И не нагружает мозг так, как нужно было бы Книга обучает культуре ума Принуждает глубже мыслить, тренирует внимание Наполняет память и дисциплинирует ум Год литературы дает нам возможность задуматься о том Как вернуть интерес к чтению Сегодня у нас в гостях Евгений Бондарев Директор объединения библиотек города Чебоксары Евгений, здравствуйте Здравствуйте Насколько я знаю, одна из самых актуальных проблем Всех городских библиотек это потеря читателей Если во время учебного года библиотеки посещают школьники То летом наступает своего рода затишье Дети уходят на каникулы и не всегда возвращаются обратно Как вы вообще считаете, как с этим можно бороться И как привлечь внимание к чтению подрастающего поколения? Что касается почтения и в городе нашем Это один из самых часто задаваемых вопросов Я могу сказать, что это полный стереотип, который не соответствует действительности Потому что я везде это говорил, показывал цифры До определенного момента мне или не верили, или говорили Это общие тенденции по всей России Показывали опросы в СОМО, ФОМО, других социологических служб На этой неделе министерство культуры, а конкретно их агентство Занимающееся литературой печати опубликовало литературную карту Российской Федерации Где Чувашия входит в шестерку по инфраструктуре, по чтению наиболее благоприятных То есть туда входило наличие библиотеки, количество мероприятий, посвященные литературе и книге Количество издательств и количество книжных магазинов То есть положим мы лидеры и первые Я могу сказать, что наш город Чебоксара один из самых-самых читающих вообще в России Это действительно так И тем более, если задавать вопрос по детям, дети, подростки до 14 лет составляют основную базу читателей нашего города То есть у нас в библиотеке всего читателей более 100 тысяч, из них 55 тысяч, это дети до 14 лет То есть здесь все цифры есть, учет есть, легко Как считаете, вообще как городу удалось тогда привлечь внимание к чтению всех жителей до 14 лет, если говорить? Правильный охват населения, количество библиотек, равномерно расположенное в городе И то, что мы отреагировали во время федерального закона 131, когда у нас была реорганизация первая двух библиотечных систем Мы тогда уже начали мониторить, исследовали то, что происходит в близлежащих регионах Смотрели то, что происходит по Волжье, изучали, выезжали, смотрели И мы одни из самых последних приняли решение объединить две библиотечные системы То есть руководству города был представлен мониторинг, все открытые цифры И город, как показывает и сейчас, принял правильное решение о необходимости одного единого подхода всех библиотек в нашем городе Конкретно объединив их в одну, сохранив, немножко добавив внешние элементы То есть основная причина, вот то, что вы говорите по читателям, есть проблема Это молодежь, то есть система юношеских библиотек, которая когда-то была в советское время А ее как таковой не осталось, есть на областном уровне одна и в ряде городов по одной Мы сделали ставку на что? То есть дети у нас охвачены, дети активно читают и активно читают люди преклонного возраста А молодежь у нас примерно, она немножко проваливается на этом фоне И основную задачу ту, которую мы ставим перед собой, именно привлечь молодежь, чтобы она посещала наши библиотеки Отсюда все наши вытекают планы и задачи, которые долгосрочно у нас стоят Библиотека не только читальный зал и абонемент В ней должны быть и другие зоны, ну например, зоны для детей Что думаете по этому поводу и какие меры применяются, чтобы разрушить такой своего рода стереотип? Вообще это действительно так, эта методика давно устарела, она изжила себя, абонемент и читальный зал Она удобна, почему? Потому что ведется учет и статистика по этим двум отделам Поэтому мы не можем отходить от этого Но на базе детских библиотек мы от этого старались отходить, почему? Потому что когда мы ввели систему автоматизированного поиска литературы, электронный читательский билет и электронная выдача книг, учет У нас получилось так, что мы пришли к зонированию Кроме того, что есть люди, которые просто осуществляют выдачу книг Есть отдельный состав людей, которые проводят массовые мероприятия Есть те, которые занимаются проектами То есть выдача книг, она сейчас полностью автоматизирована у нас в 8 библиотеках На очереди у нас оставшиеся, получается, 13 библиотек И когда мы это все закончим, мы получим единого читателя и единый читательский билет и единый учет И тогда мы перейдем уже в массовом порядке к зонированию библиотек Но это в первую очередь коснется крупных библиотек, потому что в маленьких библиотеках это физически, территориально сделать невозможно А в крупных библиотеках действительно мы уже сейчас проводим, рассматриваем элементы зонирования То есть зоны каворкинга, зоны доступа, зоны проведения мероприятий Все это у нас присутствует, планы у нас есть Здорово! Этот год объявлен Годом литературы Ну а в Чувашии еще и Годом Константина Иванова Какие мероприятия планируется проводить в этом году? В рамках Года литературы мы больше хотим обратить внимание на внешнее обслуживание библиотек То есть поставить именно имиджевую составляющую Для этого привлечь молодежь, привлечь НКО, привлечь другие организации Которые занимаются примерно тем же самым, что и мы, только в своих отраслях То есть образование, другие учреждения культуры В том числе и в больницах мы тоже будем делать передвижки И способствовать литературе и лагеря Пришкольные, стационарные библиотеки тоже будем реализовывать, вставить Мы основной упор будем делать на летний период С весны по лето Мы планируем делать, кроме парков, традиционных городских Три стационарные библиотеки там А также библиотек 5, 6, 7 Рассматриваем в виде шатров То есть они будут стационарные, с фондом, полным сотрудниками И они будут заниматься обслуживанием Прошлый год показал, что это активно пошло Читатели берут книги, читатели регистрируются Все работает, как в обычной библиотеке, только в летний период А также хотим поставить точки букросинга и QR-скачивания кодов для смартфонов и планшетов То есть на доступ к основным базам электронных библиотек, которые в свободном доступе, где соблюдаются авторские права Там будут QR-ы, и люди могут их просто считывать на свои устройства Это вот основной наш упор, который мы будем делать Мы ставим перед собой задачу сделать литературную среду Чтобы среда была книжна Силом загнать того или иного человека в библиотеку, заставить его читать при нынешних технологиях просто нереально Мы даже не ставим эту задачу, мы ставим задачу, чтобы она знали, чтобы мы обслуживали вне стен библиотеки Слышала о вашем проекте под названием «Нескучная книга» Что это такое? Расскажите немножко о нем подробнее У нас есть несколько интересных проектов Это не один проект В рамках года Константина Иванова Мы запускаем и мультимедийные, и диски, и по поэтам Чувашской республики Не только Константина Иванова, там много юбиляров в этом году Как и российских, так и чувашских Мы это делаем в рамках аудиокниг Будем запускать, мы планируем то, что кроме электронных книг, традиционных книг Периодики привлечь и аудиокниги То есть это как бы флешмобом, общая в библиотеках, других учреждениях Мы сейчас прорабатываем Концепция общая есть, видение есть Мы должны это запустить, потому что поэзия и стихотворение Она, кстати, в доле художественной литературы наименее спрашиваема То есть если вот говорить, страдает ли чтение, художественное – нет Научно-справочное, оно востребовано еще больше для работы А вот поэзия, стихотворение, они менее спрашиваемы Поэтому упор сделаем здесь, в этом моменте А по нескучному чтению мы планируем реализовать известные и успешные люди города Чебоксар И их любимые книги Будем стараться выходить к ним, и чтобы они делали нам начитку Эти книг говорили, их любимые книги, их произведения То есть лидерская часть должна повлиять на других людей Имиджевые, чтобы... Ну это интересный проект, есть уже готовые Но у нас он как бы общероссийский и мировой Сейчас мы переключаемся на реализацию По известным людям нашего города Ну что ж, большое спасибо за беседу А я напоминаю, в эфире программы «По существу» Мы общались с директором объединения библиотек города Чебоксара Евгением Бондаревым До свидания До свидания